Всем привет, с вами Стивпро, и сегодня третья часть выживания в игре Террария, и сегодня мы вместе с вами убьём нашего босса Глада Тулуху. Но для этого нам понадобится добыть ночь, друзья. Ну чтобы у нас была ночь, нам придётся просто поблуждать по нашему прекрасному миру. Ну как знаете, в левой стороне моего мира находится тёмная темница, которую мы сейчас и маленько полутаем, друзья. У меня, конечно, с собой нет ключей, но может быть там будут слизни, из которых будут дропаться ключи. Друзья, а также, если кто-то не знает, то именно из горшков тоже выпадают ключики, с помощью которых вы сможете открывать разные сундуки. Ну и если у вас читерский режим, то есть взломанная версия Террария, то вы просто, друзья, сможете делать такие ключи с помощью специальной штучки. Но эту штучку можно добыть и без всяких читов, но это будет очень сложно, друзья. Это шанс добыть эту штучку очень маленький, шанс один из тысячи, друзья. Это и вправду такой шанс, что он может попасться вам в тюке, друзья. Поэтому, конечно, если вы отправились в джунгли, то всегда проверяйте ваши сундуки. И после открытия хардмода, то обязательно может появиться один склепок для изготовления ваших ключей, друзья. Как меня это за очень ценная вещь, но после того, как вы получили склепок ключа, вам понадобятся, конечно, и руды для изготовления самого ключа. Я не знаю, какие руды нужны, потому что склепка такого у меня ни разу не было. И они также могут выпасть и смобы, друзья. Да, и самый частый дроп это смоба с кувшинки, друзья, тоже может выпасть, но это самый-самый редкий дроп. Самый ожидаемый дроп это, друзья, на смоба. И, кстати, вот такой очень классный биом. Это у нас редкий биом, и он появляется после открытия хардмода, или после убийства стенки плоти. Ну и, возможно, кто-то из вас уже убивал стенку плоти, и вы можете написать в комментарии. Было это сложно для вас, но у меня была целиком адская броня, то есть из адской руды, друзья, была броня. Вот. И был меч из кримтановой руды. Это было довольно сложно выбить стенку плоти, но у меня был вот такой огненный бес, который сейчас летает за мной. Его вы можете сделать из адских слитков. Для этого вам понадобится там 15, точнее, друзья, 20 слитков. И вы сделаете вот такой посох, с помощью которого вы сможете призвать огненного беса, который будет сражаться за вас. Ну и сносит он примерно по 20, по 25 хп, друзья. Это довольно большой урон наносит он, потому что он может убить даже одного слизня. Ну и просто он может сражаться за вас, и наносит он, получается, дополнительный урон. Ну здесь мы уже лутали все сундуки, поэтому давайте будем спускаться более глубже. Ну, здесь у нас надоедливают скелеты, которых мы сейчас, конечно, убьем. Здесь тоже стоят сундучки, друзья. Ну и опять же ходят вот эти скелеты. Ладно, давайте, наверное, здесь маленько устроим побоище, потому что спускаться вниз я не вижу смысла, так как ключей у меня нет, и там очень темно. Так, я хочу брать этого беса, но у меня этого не получается, друзья. Я даже тыкаю по экрану на него, но мне ничего не выходит. Ладно, будем тогда сражаться вместе с ним. Я просто хотел устроить совершенно честный бой, где участвовали бы только я и они. Ну и вы были боосвидетелями наших боев, друзья. Да, нелегальные бои или что-то типа того, хочу я устроить, но у меня это не получается. Здесь очень много скелетов, и бес в меня, блин, друзья. И бес помогает мне справляться с этими скелетами. Ну, один я, конечно, тоже справился, потому что мой меч наносит 47 урона. Если кто-то не понял, то этот меч впадает со стенки плоти, друзья. Поэтому стенку плоти убивать довольно выгодно, потому что с него впадают довольно лутовые вещи, которые вы можете использовать в дальнейшем в своей прохождении террарии. Конечно, очень хорошо было бы увидеть сюжет, друзья, в террарии, но такого, конечно, никогда у нас не будет, потому что это у нас выживание. Ну что ж, наверное, давайте параллельно проектироваться в обычный мир, и у нас уже закат, друзья. Это означает, что почти наступила ночь. Но мы всё будем ждать, когда у нас наступит настоящая ночь, и когда мы сможем призывать нашего босса, друзья. Ну что ж, так, это у нас волшебник, и продает он довольно фиговую вещь, которые мне вообще не нужны, друзья. А пока что давайте сложим в копилку наши денежки, чтобы их потом не потерять. Если кто-то не знает, то копилку можно купить у старика. А, и старик, который селится после убийства скелетов в тёмной темнице, друзья. И копилка, плюс копилки в том, что, когда вы ставите копилку в одном мире, то она будет отображаться во втором мире. Если вы поставите копилку в втором мире, ваши монеты будут переходить из одного мира в другой. Вот это очень классная функция. Если вдруг удалили мир, где у вас были деньги, и вы поставите копилку в новом мире, то все деньги окажутся в новом мире. Вот такая фишка, друзья, у нас есть в нашей Критерарии. Критерария узнал о ней я недавно, точнее месяца два назад, когда я случайно удалил свой классный мир, друзья. И всё у меня сохранилось, точнее, сохоренились все мои денежки. Также, если получишь туда вещи, вещи также у вас сохранятся. Ну что ж, пора, наверное, уходить на полянку, на более безопасное место, где мы придаём нашего босса, друзья. Но, спросите, зачем я хожу на безопасное место? Я хожу для того, чтобы он не убил моих НПС. Иначе все мои жители просто разбегутся, друзья, и больше вещей покупать я не смогу. Конечно, они поселятся, но есть некоторые шансы, что они могут и не поселиться, друзья. И им покажется, что это место уже небезопасное. Но мы будем ждать, как я сказал, ночи. Как видите, я нажимаю на глаз, и ничего, к сожалению, не происходит. А это связано с тем, что вы знаете, что у нас не наступает наша надоедливая ночь. Я жду её очень долго, и вы её тоже ждёте. Но пока что у нас всего лишь сумерки, наверное, где-то так. Да, 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 ждём, друзья. Будет, конечно, очень лёгкий, потому что у меня полная броня и очень-очень сильный меч, который наносит, как я сказал, 47 урона. А также фишка террория в том, что если вы убьёте каким-то определённым оружием, то она постепенно прокачивается. И если у вас было, допустим, 45 урона оружия, в скором времени она может наносить уже 56-57 урона. Да, она и вправду прокачивается. И это очень классная фишка, которую я рад даже, друзья, в такой игре, как террория. И это можно назвать RPG прокачивание своих навыков. Ну, конечно, прокачивание навыков здесь не такое уж классное, но всё же что-то есть. Ух ты, друзья, всё, пора призывать к глаз слуху. Ух, это будет великое битву, потому что первый раз на моём канале вы видите битву с каким-то боссом в игре террория. Ну, я уже убивал, наверное, три таких глаза. Это в этой новой версии террория. А так я убивал, может быть, около 10 этих глаз. Он уже превратился в такой, может быть, агрессивный глаз, который бьёт намного больше. Как видите, урона он нам почти не наносит. И мы его слегка убили, друзья. Если у вас не будет такого меча и не такой брони, то он будет вас убивать довольно быстро. И убивать вы его тоже будете очень-очень медленно. Ну, мы, как видите, получили кремтановую руду, которую мы можем переплавлять. И из неё делать настоящие слитки. А слитками мы можем делать настоящее оружие. Ну, и если у вас есть ткань, образец ткани, то с помощью образца тканевого и этого слитка вы можете сделать, друзья, настоящую броню. Ух ты, злая точка, друзья. Я почему вам рекомендую убивать злую точку? Потому что с неё может дропнуться её злой посох. И с помощью неё вы сможете стрелять в молнию. Это очень классная штучка. И молния будет доносить около 40 урона. Потом обязательно убивайте эти точки. Они, конечно, очень опасны, потому что они могут вас также убить. Ну, что ж, давайте превращать наши руды в слитки. Так, а у меня нет места, друзья, отлично. Ладно, давайте торгуемся, удалим лишние, чтобы не удалять лишние письма, мы просто их продадим. И за это мы получим даже дополнительные монетки. Так, мифрилу удалять я не буду, продавать я тоже не буду. Это, конечно, мы продадим. Это тоже продадим, друзья. Так, пёрышко я ставлю. Светильник. Ну, ладно, всё, давайте начнём перепоявлять наши руды в наши слитки. Так, мифриловый слиток, нормально. И кремтановый, друзья. А, мы ещё можем сделать метеоритовый слиток. Давайте его тоже сделаем. И метеоритовый слиток сделает из руды метеорита, который может у вас случайно упасть в вашем мире. Ух ты, мы сделали аж 33 кремтанового слитка. Это очень классно, но пока мифриловое оружие сделать не могу. Это, наверное, связано с тем, что нужна новая наковальня. Так, давайте залезем в маленько другой крафт вот сюда. И посмотрим, какие наковальни здесь вообще у нас появились. Так. Так, друзья. А, вот и наши, друзья, наковальня мифрилов. Наковальня, которая крафтит с 10 мифрилов, да. Печалька. Это очень печальная новость, потому что у меня есть всего лишь 6 мифрилов. И, чтобы сделать ее, мне понадобится еще 4 мифрила. А, чтобы сделать оружие, понадобится еще больше этих слиток, друзья. Но, как видите, мы сегодня смогли сходить в темную темницу, убили босса и погуляли по нашему веселому миру террарии. Это была довольно приключенецкая серия, которая мне очень понравилась. Если она вам понравилась, то, конечно, ставьте пальцы вверх. Ну, и если кому-то не понравилось, то ставьте дизлайки. Ну, я не знаю, кому это может не понравиться. Все-таки серия получилась довольно длинной, и получилась она довольно забавной. И в то время мистительской, друзья. Да. Ну, я не могу сказать, что выживание было маленькое. Все-таки 10 с лишним минут это очень классное выживание. Да. Я не знаю, что еще можно сделать. Наверное, мы на этом, наверное, друзья, и закончим. Потому что все. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!